картина изображенного беса называемого грусть тоска скука если же отнять от нее сродное действие тогда-то ей смертная мука грустит и мечется будто пчела закрытая в горнице а солнечный светлейший луч окошко пронзающий зовет ее на цветоносные луга сия мука лишает душу здравия разумей мира отнимает кураж и приводит в расслабление тогда она ничем не довольна мерзит и состоянием и селением где находится гнусны кажутся соседи невкусные забавы постылые разговоры неприятные горничные стены немилы все домашние ночь скучна а день досадный летом зиму а зимою хвалит лето нравится прошедшие аврамские века или сатурновы хотелось бы возвратиться из старости в молодость из молодости в отрочество из отрочества в мужество хулит народ свой и своей страны обычай порочит натуру ропщит на бога и сама на себя гневается то одно сладкое что невозможное вожделенное что минувшее завидное что отдаленное там только хорошо где ее нет и тогда когда ее нет больному всяка пища горькая услуга противно а постель жестка жить не может и умереть не хочет милостью врачи есть предводительница всех телесных болезней и возмущений а душевное неудовольствие дверь есть всем сердечным страстям и внутренним обуреванием не виден воздух пенящий море не видна и скука волнующая душу не видна и мучит мучит и не видна она есть дух мучительный мысль нечистая буря лютая ломает все и возмущает летает и садится на золоченых крышах проницает сквозь светлые чертоги сидит у престолов сильных нападает на воинские станы достает в кораблях находит на канарских островах внедряется глубокую пустыню гнездится в душевной тоске ведь тоска везде летает на земле и на воде сеть дух молнии всех быстрее может нас сыскать везде один вышний отец буря сию в тишину обратить управить гавани а душу с родным деланием будто браздами и уздою буйную скотину удержать может афанасий о брат странной влагаешь в уши мои а народ скуканье во что ставит и к прогнанию сего неприятеля за через чур достаточное оружие почитает деньги вино сады и музыку шутки карты поездки григорий о друг мой не ничто есть то что возрастает великое не почитай малым то что ведет за собой не мелкая малая в корабле скважина впускает внутрь страшную течь не думай что невидное и бессильно есть тоже а народ одно то за существо почитая что в кулак схватить может там боится где нет страха и напротив того вексель не бумагой и чернилами страшен но утаенным там обязательством бомба не чагуном опасно но порохом или утаенным в порохе огнем все невидное сильнее есть своего видного и от невидного зависит видное скулка у древних христианских писателей названа бесом уныние чего сия ожившая искра не делает все в треск и мятеж обращает вводит в душу все нечистых духов ехидненное порождение грызущая мысль не червили не усыпающий и не ехидна ли есть палящая печаль или зависть не лютый ли дух есть и не лютый ли мысль а мысль зла не тайны ли и лютый есть язык о котором сын сирахов зубы его зублева убивающие душу сие столь тяжело что лучше душа изволит несродное и вредное бредить нежели быть от природного дела упраздненную отсюда все безобразных дел страшилище и саморучные себя убийства а когда апостол яков сказывает что маленькая частица язык но будто кормила кораблем целым владеет телом так не мысль ли движет и правит телом мелкая языка частица есть одна видная тень и будто шумящий воздухом час собой на колокольчик а сама пружина и существо есть мысль мысль есть невидная глава языка семя дело корень телу мысль есть язык неумолчный неослабная пружина движимость непрерывная движущая и носящая на себе будто обветшавшую ризу тленную телесную грязь прильнувшую к своей мысли и исчезающий как тень при яблони видишь ли друг мой афанасий что невидное сильнее есть своего видного и от невидного зависит видное к всему хору пришелкивается еремия называя человеком не телесный вид но сердце как неисчерпаемое сокровище мысленных тайн глубоко сердце человека и человек есть глава 17 если сердечное око семя злое тогда все тело злое и всякое дело приносит плоды горести горестному источнику грустные поточки афанасий ты заврался дружище я слыхал и уверен что иеремии на слово касается библии в ней тлен образов подобен телу а сокровенный в образах божие видение подобны утаеным в теле сердечным мыслям яснее пересказать слово его так библия есть будто один человек или адам глину и тело его всяк видит а сердце закрыто и дух жизни в нем не виден все тоже есть что у павла кто разумеет ум господень григорий узнай прежде самого себя тогда познаешь и адама съеваю разве нельзя мне библейного слова речь приточить к человеку когда вся библия уподобляется человеку для того то сирич сделал пророк человека образом двоестественной библии что одно в нем есть видное второе невидное так как сердце морское или тончайшая вода в облаке из моря исходящим афанасий по крайней мере ты братец не туда заехал ехал казань да заехал на рязань течение нашей речи было о природных упражнениях о веселье и мире а теперь дело дошло до сокровищ мысленных потом докатится до сокровищ снежных что в иове григорий пожалуйста не печалься не очень в сторону заехали веселье и радость недалеко от сердца а сердце всегда при своих мыслях как источник при своем течении афанасий но добро быть так скажи же мне для чего иной сродни к нише должности и к подлейшему ремеслу григорий а ты мне скажи для чем во иному пища простая здоровее афанасий конечно для того что сродни григорий так и сродни иной к подлейшему ремеслу для того что для него она полезнее афанасий для чего же скажи мне и почему полезнее григорий потому что куражнее забавнее и веселее афанасий ты только мне скажи почему веселее григорий потому что с богом без бога ничто не веселит о чудной ты вопросник, ведь когда сродно, тогда и с Богом. Чего ж тебе далее спрашивать? Довольно только спросить, сродно ли, Сирище, хочет ли Бог? Воля Божия есть, то верх и закон законов, не ходи далее. А ты спрашиваешь, почему сродно? Сирище, почему так Бог хочет? А если должен он тебе дать отчет в делах своих, спроси его и требуй в ответ, почему он землю и воду сделал преклонными долу, а воздух и огонь стремительными вверх? Для чего огонь все съедает, кроме весона? Или каменного льва обратить в пепел не родился? Почему малая рыба, названная у римлян Ремора, имеет сродность удержать стремление корабля, прильнувши к его брюху? Почему природа дельфинов любит горячо человека? Но змеина ненавидит, а львиная трепещет из-за поющего петуха. Природа и сродность, значит, врожденное Божие благоволение и тайны его закону, всю тварь управляющей, знать то, что есть подобие в душе и в том деле, к которому она стремится, как равенство между другом и другом, а сходство между пищей и желудком. Подобный течет к подобному. Царствие Божие и правда его внутри тварьи есть. Никого он не обижает. Вливая закон сродностей, один к одному, другой к другому, сотый к сотому, хотя к подлому званию или ремеслу, но не к бесчестному, а для него забавному и полезному, если устремляется с Богом, счастлив. Что тогда было бы, когда бы Бог блаженство наше заключил в одном какой-либо звании? Тогда бы счастье ограничено было теснотою одной стороны и одного только времени. Тогда мог бы ли бы Бог в одной стороне и в одном времени поместить весь род человеческий, когда каждому счастье нужно? Возможно ли, чтобы в одном роде пищи или в двоих заключилось здравие? Всемирная Божия экономия бесчисленную тварь и дыхание троих только жребиев пищу пропитать может ли? Все то одно. Не можно и бесполезно. Если бы было полезно, было бы и можно. А не можешь бесполезного сделать, сие есть неизреченная сила его власть. Сколь же теперь премудро делается, что одной твари бывает ядом и смертью, то ж для другой едой и здравием. Сколько родов твари, столько родов пищи, и всякое дыхание имеет внутренний позыв к сродной себе. Когда ж Отец наш Небесный столько заботится о теле, тогда о душе много больше. Приметы некоторых сродностей Афанасий Трудно узнать свою природу, а чужую познать и того труднее. Узнаешь? Да поздно. Черепаха ошибку почувствовала, как начала лететь. Григорий Не упоминай мне трудности в нужном деле. Нельзя никак, чтоб натура нужная сделала трудным. Не нужно, сиречь не полезно. А тем-то и трудно лететь черепахе, но не соколу. Трудно где узнать? Да где ж тот, кто охотник узнать? Сложившему крылья трудно лететь и самому орлу. Знаешь ли, что землемеры узнают высоту превысокого афарийского терема, из одной его тени? Всякая тайна имеет свою обличительную тень. Трудно распознать между дружеским и ласкательским сердцем. Но наружная тень будто изъяснительное стекло, и самые сердечные закоулки ставят на виду острым блестителям. Смотри, когда мальчик, сделав для игрушки воловье ярмо, налагает его щенкам или котикам, не сияли есть тень хлебопашеской в нем души, и не позывлик земледелания, если припоясывать саблю, не аппетит или к воинствованию. Когда трехлетний отрок самовольную наслышку перенимает божественные песни, любит заглядывать в священные книги, перекидывать листы, смотреть то на таинственных образов картинки, то на буквы, не сиели обличают тайную искру природы, родившей зовущего в упражнение богословское. Невидима его сила в нас и божество беспритворными всеми творениями, разумеваемое ясно изображается. Зачем же блаженство ограничивать в одном жития, роде или вдвоих? Бог везде есть, и счастье во всяком состоянии, если с Богом вонное входим. Нужно только узнать себя, куда кто рожден. Лучше быть натуральным котом, нежели сослиной природой львом. Гоняться в звании за доходами есть неложный знак несродности. Не лишишься доходов, если будет в тебе Царствие Божие в силе своей. Не чудо ли, что один в изобилии скуден, а другой в скудости доволен? Видно, что природа больше прилагает хитрости, вылепливая фигуру мурашкину, нежели слона. И дивнейшее Царствие Божие смысл можно видеть в пчелиных раях, нежели в овечьих и воловых стадах. Бог богатому подобен фонтану, наполняющему различные сосуды по их вместимости. Над фонтаном надписи «Я» неравное всем равенство. Льются из разных трубок разные струи в разные сосуды, в круг фонтана стоящие. Меньше сосуд, менее имеет, но в том равен есть большему, что равно есть полный. И что глупее, как равное равенство, которое глупцы в мир вести зря покушаются. Куда глупое все то, что противно блаженной натуре? Боимся голода, не помня, что гораздо множайше умирает от присыщения. Глупая грусть, сама не знает, чего желает. Само присыщение, нет скуки ли? Лучше умереть, нежели всю жизнь тосковать о несродностях. Несродность всякой праздности есть тяжелее. И легче не ползать, нежели летать, для черепахи. Не ползая, лишается только сродной забавы, а летая, стонет сверх того над несродным бременем. Яков «Слушай, Афанасий, слыхал ли ты басню о здоровом все и о сле? Что?» Афанасий «Да, довольно мы третьего дня смеялись, как он, завидуя собачьим ласкам, спятился копытами на брюхо хозяину. Как черепахи не бывать орлом, так и ослу придворным человеком». Ермолай «А скажи, которую награду получил осел, выстретивший хозяина придворную ласкою?» Афанасий «Ту, что служитель, снявший с королевского платья присутствие блоху». Лонгин «Таких всех точно есть герб обезьяна. Дивно, что они ее не вырежут на своих печатях. На печати Августа Кесаря была сия «Фестина Ленте» «Поспешай советам». А на их печать пристало слово «Дерзай, хоть не кстати». Общий наш друг, вы знаете, кто мне в уме, написал басню о козленке и играющем на свиреле волке, приточив к ней следующее наставление «Ту хибил ин витадисес фасиетти Минерва Сирич «Не говори и не делай ничего без благоволения Минерва». Довелось у него спросить, что значит древняя пословица без благоволения Минерва? О, ответил, «Не пялься к тому, что не дано от природы. Без Бога, знаешь, нельзя и до порога. Если не рожден, не суйся в книгочество. Ах, многие через то вечную пали муку, немногих мать родила к школе. Хочешь ли блажен быть, будь доволен долей твоей природы». Самая его афабулация, вот она. «Изрядно великая Россия говорит, за Богом пойдешь, добрый путь найдешь. Видно, что усердно последовать Богу есть сладчайший источник мира, счастья и мудрости. Да знает же всяк свою природу и да искушает, что есть благоугодно Богу». Общество есть то же, что машина, в ней замешательство бывает тогда, когда ее части отступают от того, к чему он и своим хитрецом сделаны. Сродность к хлебопашеству. «Слушай, Афанасий, скажешь теперь, какой ты зверек, что за птичка и чем рожден? Мне кажется, ты рожден к земледельству». Афанасий, «Правда, что я сады, поля, леса люблю по природе, но отец мой есть точный земледел». Лонгин, «Слава Богу! Ты к сему родился за тем, что иные к иному, а они рождены к другому, потому что ты к сему. Божие себе царство есть, не спорь же, прибирайся пахать землю, заготовлять пищу для людей и скотов, водить стада или пчел, или что твой в тебе Господь повелит. Не бойся, самый в делании твоем труд будет для тебя сладчайший, нежели благовонный воздух. Чистые вот потоки, птиц пения, нежели и самые трудов твоих плоды, всего ожидает от тебя отечество твое. Если же не повинуешься Господу, знай, что грусть загрызет душу твою среди золоченых палат и заплачешь, вспомнив поля зеленые. Рано скажешь, когда тот день пройдет, а вечером скажешь, когда тот рассвет будет, или скажу тебе моисеевскими словами, будет жизнь твоя висеть предачами твоими, и убоишься днем и ночью, и не будешь верить жизни твоей. Утром скажешь, когда будет вечер, и вечером скажешь, когда будет утро, от страха сердца твоего им же убоишься, и отведения чей твоих имя же узришь. Сие то есть жить в телесном изобилии, а лишиться душевного утешения иметь Господа своего, висящего над очами твоими и не покрывающего, будто гнездо и птенцов своих, но бьющего по сердечным зеницам, как орел оленя, сидящий на рогах его. Афанасий Уже вы другой раз вспоминаете орла с вашим оленем. Лонгин Довелось считать, что орел оленя на пищу убить намереваясь, прежде катается по песку, чтобы засорить крылья, потом взлетает и на оленя, сидя на рогах, бьет крыльями по очам, пока то ударами, то песком ослепит. А слепой олень быстрее стрелы по холмам устремляется, избежав на стремнины, падает в бездну и разбивается. Блаженный слышащее Слово Божие и хранящее его, друг мой Афанасий. Сродность к воинству Может быть, ты воином родился? Афанасий Не хочу, я не воин, я законник. Гражданские законы знать то мое дело. Яков Дай Бог вам знать законы, да и вкус чувствовать. Тать крадет, однако знает закон, не укради. Ермолай Что до меня надлежит, куда мне мил всяк человек сродности своей. Не могу довольно насладиться зрелищем, когда он действует и его действия как смирно издает благовоние. И воинам, кто рожден, дерзай, вооружайся, с природой скоро научишься, защищай земледельство и купечество от внутренних грабителей и внешних неприятелей. Тут твое счастье и увеселение, береги звание как око, что слаще природному воину, как воинское дело. Закалывать обиду, защищать страждущую и безоружную невинность, заступать общество основания, правду, все есть его присладкий завтрак, обед и ужин. Не бойся, с Богом легко тебе будет нести голод, жажду, холод, жар, бессонница, кровокаплящие раны и самый страх смертный и гораздо легче, нежели без него противное сему, да уразумеешь, сколь сильная природа, сие воинское горе с Богом. Тебе будет во сто раз приятнее рангов и доходов твоих. Ранг носить может всяк, но дело действительно делает один тот, кто природный. Дело и без ранга дело, но ранг без дела ничто, а дело без Бога. Если ж звание Божие призрев, пойдешь вслед своих прихотей и посторонних советников, не забудь проститься навек со всем утешением, хотя бы ты сохранился в роге изобилия, ибо ясно смирить телом, станешь всеминутно терпеть душевную смерть. Отнять от души сродное делание, значит ее лишить живности своей, сия смерть лютая. Знаю, что щадишь тело, но убиваешь душу, сия замена есть худа. Не понимаю, к чему иметь меч, если не то сечь, на что он выкован, и не разумею, к чему носить тело, если щадить, на то терять, к чему кто им одет. Поверь, что самая мафусала жизнь, вся пропала, и самый есть ад, если не истощена на то, к чему тебе Господь твой дал оную. Сколь сладкое здравие и лет трата в главноприродном деле, тогда-то жизнь наша бывает жертвой благоухания Господу. Опера, книга, песня и жизнь нет долготы, но от благолепия и доброты цены свою получает. Цена всему и благолепие Бог, красота в деснице тводей, с Богом краткая жизнь исполняет долгие лета, а дело с ним есть само себе верховная награда. Афанасий Ну что значит то, что говорят студенты? Арс перфисит натурам. Григорий Правда, что наука приводит в совершенство сродность, но если не дана сродность, тогда наука что может совершить? Наука есть практика и привычка и есть дочь натуры. Птица может научиться летать, не черепаха. Куда мы хитры находить вылазку, где не надобно? Удивительно, что всякая тварь последует создателе предводительству. Один через непослушание человек глупо мудрый делается мартышкою, засмотревшись на слепую моду, не на мановение прозорливой природы. Кто зовет в леса и сады род соловьев и дроздов, на поля жаворонков, а жабы в воды и болота? Кто ведет речные потоки к морю? Кто влечет к магниту сталь? Кто устремляет дрожащий пламень вверх? сей 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 бог бог наш всеми царствующий и всем все домостроящий все то сродное что природное и симпатия значит природную сродность касающаяся к дружбе к пище а паче всего к избранию звания если кто счастливо живет в изобилии не потому счастлив что в изобилии но что в изобилии с богом а без всего гораздо его счастливее природный нищий не все рождены к изобилию если математик медик или архитектор счастлив конечно счастье то зависит от природы родившей его к тому а без нее он бедная и смешная тварь с богом святым низкая возводится а без него низводится и высокая счастье наше внутри нас пускай никто не ожидает счастья ни от высоких наук ни от почтенных должностей ни от изобилия нет его нигде оно зависит от сердца сердце от мира мир от звания звания от бога тут конец не ходи дальше все есть источник всякой утехи и царстве его не будет конца а Продолжение следует...